Всем привет, друзья! С вами я, Сергей Рындин, и я рад приветствовать вас у себя на канале. Постараюсь быстренько сделать предисловие, потому что ролик, я думаю, будет длинным, но я постараюсь все, конечно, покороче вам показать и показать все. Все. Давно не снимал, не выкладывал ролики на своем канале, реально не было времени. Еще причина в том, что многие ролики, которые я снял, они у меня реально не получились. Просто вот, ну, немного фактура не та пошла, форма немножко не получилась. И выкладывать свой брак, как бы, я на канал не хотел. Ну, может, в последующем я вам покажу это все в неудавшихся моих работах. Вот, что я сегодня буду делать? Сегодня я буду делать декоративный камень для себя. Буду отделывать им окошко. Все вам в последующем покажу. Постараюсь показать все и вкратце вам обо всем рассказать. Вот. Я вам уже в одном из своих роликов из последних говорил, что вот, ну, вот, заказывал я формы у Юры. Это форма из ПВХ пластика под дагестанский камень. Чем она мне понравилась? Тем, что из нее можно экспериментировать с фактурой. Потому что фактура камня гладкая, именно в этой форме. Интересная выборочка, вот, ну, с базами. Вот. Поэтому над ней буду сейчас и издеваться. Кому будет интересно по таким ПВХ формам, ссылочку я оставлю в описании под роликом. Пройдете, посмотрите, может быть, себе что-то закажете. Ну, а давайте я теперь от слов делу. Буду делать камень, пытаться сделать травертин. У нас, как бы, в области камень дорогой травертин. Чтобы изначально покупать травертин для изготовления образцов, дешевле выходит даже взять форму и самому попробовать сделать подобие фактуры травертина. Но я думаю, у меня получится. Давайте начнем и походу со всем разберемся. Кстати, образцы для этого, из этой формы я уже отлил. Они у меня просохли, чтобы не терять на это время, не снимать это все. Вот. И уже буду заниматься уже с готовыми образцами из этой формы. Ну, в первую очередь, надо нанести рисунок. Именно тот, который будем потом выбирать, чтобы сделать фактуру именно травертина. Вот. Заготовки у нас уже готовы. Они просохшие, они отполированные, глянцевые. Вот. На них я буду делать. Во-первых, делаю рисунок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь, в принципе, фактуру я... Ну, как фактуру, рисунок я нанес, где у меня будут выборка будет идти. Вот. Теперь самый сложный процесс начинается. Это выборка. Именно фактуры. Вот. Буду заниматься, буду делать гровером. Вот такая насадочка на гровере. Вот. Вот ей буду делать выборку. В принципе, все увидите по ходу. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот такой вот камень у меня получился, друзья, после обработки ручным гровером. Конечно, вижу, что как бы более-менее нормально, понравилось то, что сделал, но все равно перед тем, как делать форму, я всегда стараюсь камень выкрасить цвет, понять именно, это то, что мне надо или нет, или какие-то нужны еще доработки. Поэтому сейчас выкрашу камень в цвет и покажу вам результат, а потом буду уже делать форму. Вот, получается вот такой, вот еще, наверное, поэкспериментировал по одному, вот это маленькие мои образцы. Вот, этот я уже покрыл воском. Сверху получается глянцевая поверхность вот такая, покрытая воском. Сейчас вам покажу воск, какой-то, которым я покрывал. Сейчас я все камушки выкрашу, хочу посмотреть полностью, что получается. Вот такой вот воск для внутренних работ. Вот, декоративные покрытия, вот такой вот воск. На акриловой основе воск. Вот, в принципе, тоже покрывать им ничего сложно, тонким слоем. Сейчас вам в открытом покажу состояние, как он вот таким воском проходил. Ну, прикольно смотрится он, во-первых, глянцевая поверхность с выемками. Вот, поэтому, ну, сейчас покрашу, потом все увидите. Вот, поэкспериментировал немного с цветами, но это мне пока не важно. Мне надо было увидеть именно фактуру, которая получилась у меня. Ее лучше всего увидеть, если затемнить именно отверстия, которые я делал. Ну, в принципе, не знаю, мне нравится, как бы, побольше добавить ничего не хочу сюда, как бы, в этот камень. И единственное, по цвету, конечно. Ну, это по цвету я попозже чуть поэкспериментирую, когда уже будет готова форма. А так, в принципе, получается отлично. В принципе, как всегда, обрабатываю ВСМ-кой. Почему не воском? Ну, сами понимаете, в этот раз воском обрабатывать не буду, таким, ну, обычным вазелином. Потому что он будет заходить в полости, именно вот эти дырочки, которые я сделал. И потом я оттуда, ну, будут полости неярко выражены. Он будет там залипать, его там ни феном, ничем не расплавишься, но останутся. А от ВСМ-ки таких проблем не будет. Просто пройдусь тоненько, слоем одним. И этого будет достаточно. В принципе, ничего сложного нет. Заливку буду производить силиконом. Делаю форму для себя. Уже об этом говорил. В принципе, вот обычный силикон. Сейчас его разведу и буду делать заливку. Делаю форму для себя. Прошло 2 часа времени. Вот, в принципе, силикон застыл, поэтому буду его расформовывать. Силикона расформовка как бы тоже желательно на следующие сутки. Но я всегда раньше расформовываю. Вот сейчас прошло, ну, буквально 2-3 часа. Я делаю расформу. Вот так получилось. Ну, конечно, немножко остались следы от краски. Ну, ничего страшного, в принципе. А так все отлично. В принципе, все идеально. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Вот такая красота. Ну, вот такое вот окошко у меня получилось в итоге с этого камня. Также еще сделал угловые элементы. Вот такие вот. вот получилось вот такое вот окно. Так что вот так вот. Дальше покажу. Вот так вот получилось. Это я уже вскрыл его камень покрыл уже лаком акриловым. В принципе, результат меня устроил. В принципе, получилось неплохо. Вторая сторона. Вот вверх. Все клеил на обычный сотен. Ну, все нормально держится. В принципе, все нормально. Вот. Поклейку не показывал. Долгая работа была такая. В принципе, ну, как долго. Ну, за два вечера его поклел. Просто мне не хватило было камня. Я потом еще доделал еще немного. Вот. И, в принципе, получилось вот так вот. Немного хотел вам рассказать об углах, которые я делал именно для откоса. Вот. Сделал себе две таких формы. Одну силиконовую сделал. Вот. Она вот такая с прорезью сделал, чтобы для удобства доставать камень. Ну, это для выхода воздуха, чтобы на поверхности именно угла, вот на этой поверхности угла, например, не оставалось пузырей именно, а именно оставалась та фактура именно, которую я хотел. Вот. Правда. И сделал еще одну вот такую полиуретановую форму. Вот она. Ну, угловая, получается, форма. Вот. Но, если честно, больше по удобству работы получилась вот с этой формой работать. Потому что заливал гипс. Он был еще немножко жидковатый. По мере подстывания я проходил просто шпателем, создавая угол как раз под 90 градусов. Но она и была сделана у меня под 90 градусов. Я выточил угол. Вот такой вот. Это вот для образца он был у меня, этот угол. К сожалению, сделал один, не стал заморачиваться с другими. Но в процессе переворачивания его, как бы, приходилось, ну, получалось чередовать фактуру рисунка на окне. В принципе, получилось нормально, я считаю. Вот. Ну, по крайней мере, мне понравилось. Что скажу по силиконовой форме. Ни разу за все время, сколько я заливал, я ее ни разу не смазал. И на фактуре не осталось, ну, как бы, ни грамма гипса, никакого налипания. Что бывает с полиуретановыми формами, конечно. Ну, если формы полиуретановые, они прочнее, они подходят и под бетон, то силикон, конечно, только под гипсовый. Камень, но расформовка, если использовать именно гипсовый камень, намного легче, чем полиуретан. И смазка формы, ну, как, не нужна. А в полиуретане все равно приходится смазывать и частенько форму мыть после заливок, чтобы не образовался надежный. Друзья, ну, что я хочу сказать в завершении. Я считаю, что камень у меня, как бы, фактура удалась. Форма удалась, фактура удалась. Окошко понравилось моим близким. А что самое главное? Чтобы ваша работа могла радовать и вас, и ваших близких. Не знаю, ролик выйдет до Нового года или после Нового года. Поэтому хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом. С наступившим Новым годом. Желаю всем вам здоровья, счастья и добра вам и вашим близким. Радуйте своих близких. Радуйтесь своей работе. С удовольствием занимайтесь тем делом, которым вы занимаетесь. Особенно, если вы занимаетесь своими руками. Поэтому спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал. Прожимайте лайки, кому понравилось. Всем спасибо. Добра вам и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok